Константин Нагарнюк, веб-ап-билдер. Мы про него уже много упоминали раз. И это очень сейчас популярная технология. Это уже относится к серверной технологии, то есть конструктор веб-приложений, который либо вообще не требует разработки, либо вы уже дорабатываете его под свои конкретные задачи, базируясь на большой наборе инструментов, которые уже есть по умолчанию. По поводу вопросов, можно их задавать устно или можете мне написать WhatsApp Viber, а я потом прочитаю и озвучу ответы на них со своего телефона. Это такая практика, посмотрел у наших пользователей в Америке. Они так делают, потому что, видимо, не все пользователи любят задавать вопросы очно. Поэтому такой вот способ. Можете сфотографировать, мне в течение презентации написать, я вам отвечу в конце. Анонимно, так скажем. Значит, ну, кратко, что такое веб-билдер. Это конструктор веб-приложений без написания кода. 2D и 3D-приложения создаются, интегрированы с платформой Argus, то есть встроен либо в Argus Enterprise, либо скачивается отдельно к Argus Enterprise, прикручивается и внутри Argus Online. Сейчас базируется на JavaScript API версии 3 для 2D-приложений, на версии 4 для 3D-приложений. Но в будущем году будет полный переход, как обещают на Argus API, JavaScript API версии 4. Что это означает для нас, рядовых пользователей? Будет расширена функциональность, которая разработчиками встроена в JavaScript API, которая в третьей версии еще не была, а в четвертой уже есть. Соответственно, будет больше возможностей по разработке приложений, конфигурируемых веб-билдерах. Это незакрытая коробка, то есть если вам не хватает каких-то функций стандартных, можно дорабатывать функциональность через доп.разработку. И у веб-билдера, у созданных веб-приложений, адаптивный интерфейс, то есть что означает, что он подстраивает интерфейс под размер экрана, то есть если у вас планшет, он переделывает компоновку, чтобы это было удобное отображение на планшете, если это мобильное устройство, это на мобильном устройстве. Небольшая история развития. Впервые он появился в 2014 году. Это была версия портала 10.3. Было всего там 2 темы и 21 базовый виджет, двухмерных данных. И с этого года 17 релизов конструктора, 3-4 обновления в год выходят. Все релизы доступны для загрузки, то есть и старые, и новые. И вот в 2018 году это уже 62 виджета для 2D и 3D. Виджеты инфографики, когда мы можем совмещать карты с различными столбчатыми, круговыми и так далее, диаграммами. Диаграммами, тема дашбордов, то есть можно оформить наше веб-приложение в виде такой панели. И, в общем, очень активно развивается этот инструмент. И здесь на этой истории развития, в принципе, это видно. Такими темпами он идет. Основные компоненты, то есть как мы формируем веб-приложение. Первое, что мы делаем, это создаем какой-то стиль нашего веб-приложения, компоновку, где будут кнопки, как будет, какие выборы цветов, то есть соответствующие, например, корпоративному дизайну, логотип, в общем, название и так далее. Это так называемая тема. Дальше выбираем карту, с которой мы будем работать. То есть веб-билдер – это именно конструктор веб-приложений, интерфейсов, кнопок, логики их работы. Саму карту он подтягивает опубликованную на Argus сервере, соответственно, доступную через портал for Argus, либо через Argus Online. То есть там вы карту уже собрали, оформили, и дальше вы передаете эту карту веб-билдер, а он уже работает с атрибутами и с оформлением для того, чтобы вывести инфографику, выделение, изменение цветов и так далее. Виджеты – это, собственно, те инструменты, которые мы добавляем. Они скомпонованы в несколько вкладок отдельных и вызываются в таком большом окне, но мы это дальше посмотрим. И так называемые атрибуты – это, в общем, конечное такое оформление, заголовок, ссылка на ваш основной сайт, например, какие-то дополнительные ресурсы, документация и так далее для работы с этим приложением. Соответственно, как я уже сказал, 62 виджета для 2D, 18 виджетов для 3D сейчас поддерживается. Когда мы перейдем на версию в следующем году JavaScript API 4, то 3D виджетов станет гораздо больше. Из 18 мы быстро перейдем к близкой функциональности, какая сейчас есть для инструментов 2D. То есть 3D пока ограничено количество виджетов, но как только JavaScript API 4 будет полностью интегрирована в WebAbuilder, количество этих виджетов резко увеличится для 3D, будет бурный рост. Я здесь выделил только некоторые из них, 62, на слайд не выведу, оставил ссылки для дальнейшего изучения, как они работают, как они выглядят. Если не хватает виджетов, можно, как я уже сказал, добавлять свои собственные разработки. И это стало в последних версиях делать очень просто. То есть не надо лезть внутрь кода в портал, вы просто разрабатываете виджет, кладете его на веб-сервер и на портале только ссылочку даете на этот виджет в WebAbuilder, и он автоматически внутри появляется. Есть уже виджеты, разработанные сообществом в открытом виде. Привожу ссылку. Можно самостоятельную разработку ввести. Там есть справка, как это делается. Также мы, наши разработчики, оказывают эту работу. Если у вас есть свои разработчики, вы им даете задачу, они разбираются с документацией, там ничего сложного нет. Если разработчиков нет, то это можно вынести в отдельную разработку, заказать у каких-то других компаний. Про пользовательские виджеты. Здесь я специально записал видео, как их можно скачать и посмотреть. Но я сейчас это не буду запускать, оставлю на самостоятельное изучение после конференции. А сейчас мы сконцентрируемся на последовательном поэтапном процессе создания веб-приложения с нуля. То есть как это выглядит, как это работает. Преамбула, что то приложение, которое мы будем сейчас создавать, это на самом деле реальный кейс, который мы реализовывали для одного из заказчиков, производителя продукции и осуществляющего сбыт продукции. У него были конкретные требования. Требуется некоторая информационная панель в браузере с картой для отображения статистики по продажам. Для этого нужны были специальные фильтры, диаграммы, закладки, построение зодоступности, чтобы это все решалось через веб-браузер. И не было большого объема средств на внедрение, поэтому были поставлены задачи. Минимальные инвестиции, то есть никакой разработки, так как она съедает больше всего денег, чаще всего. То есть использование стандартных компонентов веб-билдера. Собственно, процесс подготовки данных я опускаю, потому что это не тема веб-билдера. То есть первое там было выполнено, что мы взяли данные Excel, загрузили, геокодировали, опубликовали как веб-сервис, настроили оформление этой карты. И дальше ее передаем уже веб-билдерам для оформления конечного интерфейса. Собственно, первый шаг – это выбор стиля, брендинг, логотип и так далее. То есть это самый такой простой шаг, в принципе. Первое, где мы находимся, это наш корпоративный портал. И здесь через раздел «Ресурсы», это личный кабинет пользователя, есть вызов создания веб-приложения. Это может быть 2D-приложение, это может быть 3D. В данном случае у нас выбрана 2D. Задаем название, задаем ключевые слова для поиска, если таких приложений много, и нам пользователи их будут внутри портала искать. И у нас запускается, собственно, конструктор, конфигуратор этих приложений в веб-интерфейсе. И первое, что мы делаем, пока тут нашей карты нет, это пустая компоновка, выбираем определенную тему. Ну вот это тема дашборда может быть, тема с левым меню. Вот нам больше всего всем в офисе нравится тема «Ланчпад», так называемые, когда такие красивенькие круглые кнопки, снизу и в верхнем правом углу. Дальше, соответственно, корпоративный цвет был определен, указываем его для всей панели. Ну, соответственно, там базовые функциональности. Логотип, конечно же, надо было свой подгрузить. Это доступно в виде добавления своего собственного файла JPEG.PNG и ссылку на корпоративный сайт вставить. В данном случае это на наш сайт внутри, пока мы вставляем. Да, то есть, ну это стандартная такая функциональность веб-приложения, когда из логотипа можно перейти на основной сайт. И следующий шаг. Выбираем уже веб-карту, с которой мы будем работать. Как я уже сказал, веб-карта была подготовлена, то есть сервис опубликован, оформлен. Выбрана базовая карта в светлых всех тонах, чтобы наши тематические данные хорошо выглядели поверх базовой карты. И вот здесь то, что адаптивный интерфейс показан, что мы смотрим, как это будет выглядеть, такая компоновка, например, на планшете или на мобильном устройстве. Ну, это разные варианты мобильных устройств. У них разный размер экрана, как перекомпоновка идет. Следующее, когда мы разобрались со стилистикой, с логотипами, следующая начальная функциональность добавляем, это поиск по нашим геоданнам, закладки и фильтр в разрезе федеральных округов. То есть первое у нас представление – это некоторая карта с потреблением мяса по федеральным округам, данные Росстата. Сейчас я убираю легенду и список слоев из нижнего меню. И вот это как раз-таки список всех виджетов. Я переношу легенду в верхнее правое меню. И список свое в верхнее правое меню. А здесь на что… Прошу прощения. Для ускорения это у меня в виде видео записано. На что хотел обратить внимание. Когда мы сгенерировали легенду, вот такая точечка для определенного виджета мы можем поставить точечку в нижнем левом углу. и что это будет означать? Это будет означать, что… Все заново, да, пошло? Что это будет означать? Что этот виджет будет автоматически запускаться при запуске веб-приложения. Когда у вас много-много виджетов и пользователь первый раз открывает, вы не должны все эти виджеты автоматически открывать. Иначе будет мешанин. Поэтому вы говорите, какой-то виджет я должен автоматически открыть при первом запуске веб-приложения. В данном случае мы выбрали, что легенда будет автоматически открываться при запуске приложения. Остальные виджеты будут свернуты. Ну и вот мы сейчас эмулировали этот процесс. Соответственно, надо поставить в виджете такую в нижнем левом углу точечку. Теперь с поиском. Поиск работает как по геокодеру, то есть поиск по адресу, так и по вашим векторным данным. То есть если у меня, например, есть векторные данные, в данном случае с федеральными округами, я выбираю этот слой, у меня есть атрибут названия федерального округа. Вот я его сейчас выбрал. Теперь у меня в поисковой строке работает не только поиск по адресу, но и по моему собственному набору геоданных. И вот мы там по названию федерального округа нашего собственного, это может быть, например, сокращение, да, и какие-то особые значения, можем выполнять поиск сразу по набору данных. Настраивается через виджет поиск. Следующее, что делаем, ну у нас есть некоторые зоны интереса, например, определенные города, территории, и мы хотим, чтобы у пользователя был сразу быстрый инструмент перехода к этой территории. Не через геокодер, да, не через поиск по адресу, а сразу кнопочку нажали, например, Москва, и к ней приблизились. И это виджет, как и в десктопе, закладки, да, такой базовый виджет, но он помогает неподготовленному пользователю быстро переместиться к требуемой территории. Мы его здесь настраиваем, и его можно здесь по-разному компоновать в виде таблички, в виде такого списка или вот как у меня с такими красивыми картинками. И следующее, что мы делаем, это фильтр. Фильтр нас здесь интересовал в каком разрезе. Показать потребление курицы и свинины в определенных пороговых значениях. Что здесь интересно? Что у меня значение потребления в сотых единицах, да, там 0,98, 2,45. У пользователей были четкие требования показывать только в градациях. Там 0,5, 1, 1, 1, 2. То есть не из списка уникальных значений моей атрибутивной таблицы выбирать, а задать собственный список фильтрации. И вот это в обобьюдере сейчас есть такая функциональность. Вы создаете свои шкалы для фильтрации. То есть не те, которые у вас есть в атрибуте, там сотые, тысячные, а какие-то заранее подготовленные списки. И вот мы это настраиваем сейчас для потребления птицы, потребления мяса, собственную вот эту шкалу, по которой мы будем фильтровать, а не та, которая у нас есть в реальности в атрибутах. Ну, у нас получается инструмент фильтр. Для него, естественно, надо какой-то понятный значок присвоить, чтобы пользователь некий специалист понимал, да, о чем речь. Ну, в общем, значок вы можете сами нарисовать. Я тут взял некоторые готовые. Вот у нас такая появляется шкала фильтрации. Соответственно, список мы здесь выбираем, хотя у нас здесь, как вы видите на карте, подписи потребления в сотых значениях. Вот. Мы выбираем из нашего собственного списка, да, фильтрации 0,5, 1, 2 значения. Фильтруем четко по ним. То есть больше, меньше, там, и так далее. Вот, соответственно, мы отфильтровали, а дальше нам интересно сравнивать потребление там одного показателя, ну, один показатель другой, на двух вот этих слоях. Для этого мы добавляем следующий инструмент, инструмент шторка. Тоже такой классический инструмент в дестопе существует, и очень он нравится обычным пользователям сравнение двух наборов данных. Соответственно, этот инструмент позволяет отключить лишний набор данных, чтобы они даже там не всплывали в этом инструменте, а указать конкретный набор данных, которые будут сравниваться. И вот мой фильтр сейчас применим. Допустим, нас интересуют все регионы, где больше, чем 2 килограмма потребления. И теперь будем сравнивать, как это отличается по птице и по мясу. То есть, в данном случае шторка уже работает с результатом фильтрации, да, не с исходным набором данных. Движемся дальше. Продвинутая функциональность. Дальше накладываем анализ продаж и расчет зон доступности. То есть, более сложный фильтр у нас появляется. Фильтр связан с диаграммой. И добавляем еще также инструмент геообработки. То есть, это нестандартная функциональность, которая была разработана в дестопе, и опубликована как сервис геообработки, который мы можем вызвать через веб-билдер, через интерфейс. Значит, сейчас мы уже переходим от федеральных округов к изучению карты более детально точных значений. И здесь у нас есть два атрибута. Продажи в некоторых условных единицах за один год и за второй. И продаем мы разные подгруппы товарные. Вы, соответственно, проецируете на ваш набор данных. То есть, у вас есть какие-то категорийные данные, как ваши, например, данные могут фильтроваться. Например, здесь это сегмент бизнеса и еще один следующий – это товарная подгруппа. И мы хотим их сравнивать. Обратите внимание, что в зависимости от того, какой мы сейчас сегмент бизнеса выбрали, значение предыдущих выражений фильтра для следующего инструмента фильтрации автоматически потянутся. То есть, товарные подгруппы будут подстраиваться под первый фильтр. Если в сегменте бизнеса мы выбрали, например, мясопереработку, в товарной подгруппе будет только все, что касается мясопереработки. Если в первом фильтре сегмент бизнеса мы выберем что-то другое, следующий фильтр автоматически обновит свои значения, чтобы там не было лишнего. Такой зависимый друг от друга фильтр здесь образуется. Задаем название фильтра. И теперь мы хотели бы не просто посмотреть, как фильтр фильтрует данные на карте, но мы хотели бы посмотреть, как это выглядит в виде диаграммы. Виджеты инфографики, очень богатый сейчас набор. Хотим такую диаграмму с накоплением. Подаем на вход этот слой. Настраиваем отображение. То есть нас там интересует в разрезе хоудингов продажи за один год, за другой. Опять же в корпоративных цветах настраиваем нашу диаграмму. Легенду, если необходимо. Подстраивают цвета, так как они не очень различимы. И у нас есть какое-то пороговое значение для топ-менеджмента, например. Если меньше 100 тысяч условных единиц, то с этим хоудингом надо работать и так далее. Это некоторые условные нереальные цифры. Они просто здесь. Мы сейчас смотрим на функциональность наших инструментов, как с ними можно работать. В общем-то здесь я настраиваю богатый инструментарий по настройке инфографики. И теперь что мы видим? Мы видим фильтр и инфографику, и фильтр, и инфографик, они связаны. Фильтры меняем. В сегменте бизнеса, товарную подгруппу, у нас сразу мы видим изменение показателей и на карте изменение точек продаж. И так как эти у нас два инструмента связаны, мы можем их один в другой вложить и сделать такую группу инструментов. Такая будет папочка по умолчанию, значок. И этот значок, естественно, поменять на свой собственный, чтобы было понятно, допустим, какой-то символ, который определяет этот набор инструментов, естественно, задать ему название. Не новая группа, а это инструменты анализа, продаж по конкретным точкам продаж. То есть виджеты какой-то тематики сгруппированы, мы можем в одну такую вложенность этих инструментов делать. Так, с этим разобрались. Дальше добавляем инструмент геообработка. Геообработка принимает на вход сервис геообработки, который опубликован, например, на RGIS сервере и включает какой-то свой собственный алгоритм расчетов, который нельзя реализовать стандартно в вебе. То есть мы его проектируем в дестопе и публикуем как веб-сервис. Ну, в данном случае достаточно простой инструмент, считающий зоны доступности по дорожному графу. То есть задача была какая, что у меня на карте есть склады и надо запускать по клику мыши расчет зоны доступности вокруг складов, за сколько, за 6 часов мы можем развести товар, в какие магазины. В общем-то вот мы этот виджет настроили. Виджет подстраивается под сервис геообработки. Много окон для настройки. Он соответствующее количество окон добавляет. В данном случае у нас только два окна для настройки. Первое, что мы должны подать на вход, это склады. И второе, задать количество часов для построения зоны доступности. Дальше этот виджет отправляет запрос на сервер. Сервер возвращает результат в виде таких зон. Ну и задаем, опять же, иконку, чтобы было пользователю понятно примерно, что это за инструмент. И таким образом у нас уже сформировалась некоторая функциональность приложения, которая решает ряд задач. Там экспресс-анализ по федеральным округам, переход конкретной области, анализ в разрезе конкретных точек с выводом диаграмм и картой, и интерактивным построением зоны. И, в общем-то, в геобработку вы все что угодно можете добавлять. Тут неограниченный полет фантазии. Все, что вы можете в Argus Desktop создать алгоритм с помощью Model Builder, например, и так далее. В результате вот такое было в корпоративных цветах оформлено приложение под сценарий заказчика. Все это решилось инструментами, встроенными в Web Builder без разработки. Естественно, где-то они хотели большую функциональность, но от нее отказались с учетом того, что она практически близко реализована к стандартными инструментами и уже не требует финансового вложения в разработку. И какие выводы можно вообще сделать об использовании Web Builder? То, что он постоянно поддерживается и развивается эзере, то есть туда вкладываются лучшие практики разработки. Если мы говорим о кастомной разработке вашей собственной, вы ее у кого-то заказываете, разрабатываете, дальше вы ее либо поддерживаете за дополнительные деньги этого разработчика, либо она постепенно начинает устаревать, устаревать и устаревать. Когда вы разрабатываете, используете Web Builder, в принципе, Web Builder с обновлением версии также обновляется. Если вы как разработчики хотите Web Builder использовать как основу, вы скачиваете девелоперскую версию и получаете лучшие практики разработки под ArcGIS, потому что этот конструктор весь в открытом виде. Очень хорошо для пользователей, начинающих WebGIS, потому что вы быстро можете создать свой прототип для старта проекта при ограниченном бюджете на разработку, 3D-визуализации в вебе, то есть когда вы хотите 3D-веб-приложение создавать. И так как у них адаптивный интерфейс, хоть это не нативное мобильное приложение, оно будет, по крайней мере, нормально открываться на смартфонах и планшетах нормальной компоновки. Некоторые скрытые возможности виджетов я показал. Группировка, связи и так далее. Если ко мне были вопросы, я посмотрю, писал ли мне кто, или можете задать их прямо сейчас. В принципе, на этом все. Если вопросов нет... А, да, вопрос. А, скажите, а как убрать стартые упоминания про ESR? Нарушить лицензионное право. Смотрите, вопрос, как убрать в нижнем правом углу логотип ESRI? Вообще лицензионное соглашение как бы запрещает это делать. Вы можете создать свою собственную базовую карту и тогда copyright это не будет. Значит, почему здесь ESRI написано? Потому что сейчас у меня базовые карты тянутся с серверов ESRI. Это copyright, по сути, на ESRI. Если вы используете сервисы, вы должны указать их. Нет, да, если не нужно. Пожалуйста, там не будет подписано. Если все ваше, то не будет ничего подписано. На нашей карте есть все наше. Потому что на закрытом улайне доступа нету. А задачи требуют, чтобы отсутствовать карты. Это в вебобилдере или в... Вебобилдере. В API там не показывается. Технически такая возможность есть, естественно. Это настроение конфигурации? Нет, нет. Это надо в коде. Это зашито в код. Это вам тогда надо использовать девелоперскую версию и там убирать.